В России приближается единый день голосования. В этом году он назначен на 19 сентября. Впрочем, важнейшие для нашей страны выборы одним днем не ограничатся. Как и в случае с голосованием по поправкам в Конституцию, в этом году оно будет трехдневным. О том, какие еще особенности ожидают избирателей, в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. Чуть больше месяца остается до того момента, когда в нашей стране пройдет так называемый единый день голосования. Единый он потому, что граждане нашей страны будут разом выбирать представителей сразу нескольких уровней власти. Что касается жителей Тверской области, то 19 сентября им предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания региона и губернатора. Но и это еще не все. Весной этого года Законодательным собранием были приняты законы о преобразовании четырех муниципальных районов муниципальных округа. Это у нас Лихославский, Аспировский, Молоковский и Ромешковский районы. Там пройдут выборы первых созывов муниципальных дум. Второй созыв городской думы будет избираться в Удомельском городском округе. Далее у нас выборы в городских сельских поселениях, плюс есть дополнительные выборы по ряду муниципалитетов. На сегодняшний день регистрация кандидатов практически завершена. Перечень политических партий и отдельных политиков известен практически полностью, отметила Валентина Дронова. Примечательно, что несмотря на то, что единым днем голосования названо 19 сентября, само голосование в этом году будет трехдневным и начнется уже в пятницу 17 сентября. Такая схема впервые была опробована в ходе голосования по поправкам в Конституцию нашей страны летом прошлого года. И в Центральной избирательной комиссии сочли ее жизнеспособной. В первую очередь такой формат помогает снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Ситуация, да, она постепенно начинает улучшаться вновь, но мы не можем предугадать, что будет в сентябре. И для того, чтобы развести потоки людей, потоки избирателей во времени три дня. Соответственно, в пространстве новые формы голосования Центральная избирательная комиссия отдельным своим документом, порядком о проведении трехдневного голосования определила, что голосование будет проходить 17, 18 и 19. При этом, как подчеркнула Валентина Дронова, все три дня участковые избирательные комиссии будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера. Одновременно с этим будет доступна возможность и голосовать, что называется, удаленно, на дому. Для этого нужно подать соответствующее заявление в свою участковую избирательную комиссию с 9 сентября и по 19 сентября до 14 часов дня. Сделать это можно будет как лично, так и посредством телефонной связи или передать через соседей. Кроме того, на этих выборах будет доступна услуга «Мобильный избиратель», благодаря которой отдать свой голос можно будет из любой точки нашей области. Это позволяет проголосовать там, где вам голосовать удобно. Где вы будете находиться непосредственно в день или дни голосования, как в этом году. Со 2 августа и по 13 сентября включительно можно подать заявление о включении в список по месту нахождения. Подать можно через территориальные избирательные комиссии. Они уже работают. Это 34 МФЦ на территории области. Далее, это не выходя из дома, можно оформить такое заявление через портал ЕПГУ, госуслуги. А с 8 сентября подать заявление для регистрации на сервисе «Мобильный избиратель» можно будет в участковых избирательных комиссиях. Добавим, что на грядущих выборах особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, все члены УИК, наблюдатели и избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. У всех пришедших на участок будет измеряться температура. Голосующим будут выдаваться одноразовые ручки. Помещения для голосования будут подвергаться регулярной дезинфекции.